Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня главный редактор газеты «Время» и одновременно директор Щелковского информационного агентства Денис Макеев. Добрый вечер, Денис Владимирович. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давайте вот сразу поговорим. Вы совмещаете две должности. Что это за организация? Ну, газета, понятно. Щелковское информационное агентство. Кто важнее, кто старше? Ну, в свое время, когда образовывалось Щелковское информационное агентство, ввели такую должность. Директор, главный редактор. С одной стороны, директор, он как бы должен заботиться о коллективе, заниматься развитием предприятия. Главный редактор, он отвечает за наполнение контента, за содержание средств массовой информации, учредителями которых является наше Щелковское информационное агентство. Вы знаете, руководство области, руководство Главного управления информационной политики всегда вкладывало разный смысл в эту должность. Вот, например, Сергей Николаевич Поисеев, когда работал, был министр по делам печати Московской области, он говорил, мне все равно, какой вы редактор, главное, чтобы вы были хороший директор. Но со временем, как бы, ситуация меняется, и новые руководители всегда, каждый смотрит по-своему на эту должность. Сейчас у нас в Щелковском информагентстве работает 30 человек. Где-то пару лет назад у нас произошло объединение с Васильопетровским информагентством. К нам добавился дружный коллектив Васильопетровского информационного агентства. И сегодня мы выпускаем два печатных СМИ. Это газета «Время», это Щелковский район. И газета «Городские вести», городской округ Васильопетровский. Соответственно, у нас еще есть зарегистрированные как СМИ два электронных средства массовой информации. Это также «Время» в электронном варианте, «Ин Щелково», и «Городские вести», городской округ Васильопетровский, в электронном варианте, «Ин Васильопетровский». Также мы стараемся доносить информацию до жителей всеми возможными способами. У нас есть группы в социальных сетях крупнейших во всех, есть группа в мессенджере «Телеграм». Мы сотрудничаем с «Реама», это региональное информационное агентство Московской области. Это тоже важный аспект нашей работы. Мы поставляем в ленту новостей «Реама» 30-40 новостей ежемесячно. И таким образом область видит то, что происходит в нашем муниципалитете, что происходит в Щелковском районе. Вся область считает наши новости. Вы это сами делаете? Я имею в виду, поставляете информацию «Реаму» или там как-то фильтруются новости? Допустим, вы даете общий поток, а они выбирают, что пустить на ленту, что нет? Второй вариант. Ну, там бывают разные варианты. То есть, вообще, у нас есть такой план. 20 новостей в месяц. Мы отправляем новости, они выбирают что-то, им кажется, малозначительно, что-то более значительно. Но есть информационные поводы, которые они обращают внимание. Допустим, это может быть связано с чрезвычайными ситуациями. Это может быть связано с какими-то знаковыми событиями в жизни Щелковского района. Там, допустим, назначением новых руководителей. Или ЧП, там взорвался газопровод. Тогда они настойчиво названивают и просят как можно больше осветить то или иное событие. Ну, давайте поговорим, наверное, о главном печатном органе, по крайней мере, старейшем периодическом печатном органе нашего района. Это газете «Время». Как сейчас живет газета? Действительно, это одно из старейших печатных изданий и из Щелковского района, и Московской области. Оно было образовано в марте 1931 года. В прошлом году отметили 85 лет газете «Время». Сейчас, в настоящий момент, вы знаете, большое волнение возникает, когда перелистываешь подшивку газеты. Потому что это действительно летопись истории района. Вот это и период коллективизации, и период войны Великой Отечественной. Это и страницы победы, это возрождение народного хозяйства, это перестройка. Газета «Время» сначала называлась «За ударные темпы», потом «Коммунист», «За коммунистом». С 90-х годов она носит название «Газета «Время». То есть наиболее достоверный, точный источник информации о жизни района, который, в принципе, доступен каждому, стоит только прийти в архив. Сейчас мы осуществляем распространение газеты «Время» тремя способами. Во-первых, это подписка. Подписаться можно как на почте России, так и в редакции газеты «Время». Во-вторых, это распространение в розницу через киоски «Союз Печати». И, в-третьих, мы публикуем так называемый «Проботираж». Это бесплатные экземпляры газеты, которые мы привозим в учреждения социальные и на объекты спорта, культуры. Люди приходят, их дети занимаются в это время в секциях, они берут газету или стоят в очереди в пенсионный фонд, берут газету, читают взаимовыгодно. И жители Щелковского района читают новости газеты «Время». А каков тираж газеты? Хватает на весь район? Конечно, он маловат. Тираж газеты 10 тысяч в настоящий момент, и для района 200 тысяч населения это маловато, и не хватает охвата. Тем более, что в районе были и выходят газеты с гораздо большим тиражом. Но если сравнивать, в сравнительном анализе газеты, тираж не упал. Вот, например, в 2000 году тираж газеты был сравнительно такой же, немножко меньше 10 тысяч. И это, если учесть, что не было фактически других печатных СМИ, и была намного меньше развита роль интернета. Но мы думаем о том, как увеличить тираж. Здесь возможны различные варианты. Конечно, за счет подписки увеличить тираж сейчас сложно, потому что все уходят в сегмент интернета. И есть у нас подписчики, которые подписывают газету с 50-х, 60-х годов. Но тенденция очевидна. Возможен вариант именно увеличения промо-тиража. И, наверное, следующий шаг – это выпуск именно бесплатной газеты, бесплатного тиража, который будет большим тиражом раздаваться жителям Щелковского района. Но, опять же, здесь все упирается в средства. Потому что сейчас газета выходит, это 24 полосы, 10 тысяч экземпляров. Это одна стоимость. Но самое дорогое, что составляет цену газеты – это стоимость на бумагу. И наш вариант – это сделать газету немножко меньше объемом. Допустим, выпускать 8 полос, сделать какой-то спецвыпуск и значительно увеличить тираж. Мы разговаривали на этот счет, на этот предмет с руководством Щелковского района. Там тоже дошли у нас понимание. И вот мы надеемся, что, возможно, начиная с конца мая и с июня месяца, уже вот этот дополнительный большой тираж в 30-40 тысяч экземпляров, небольшим объемом, бесплатный, уже выйдет свет. Ну а потом не планируется, допустим, назначать цену? То есть сейчас будет пробный тираж, а потом народ привыкнет к этой газете, не планируется распространять за деньги? Ну, через те же киоски или подписки? Ну, тут надо смотреть и сравнивать. Но на самом деле сейчас очень большая конкуренция с точки зрения подачи новостей. Уже сейчас газеты в скорости подачи, конечно, значительно отстают. Потому что новости, они только происходят события. Если раньше, допустим, как говорили в газете, печатают позавчерашние новости, сегодняшние новости можно услышать по радио, то мы уже, представьте, насколько сейчас отстает газета. Уже даже новость, вывышенная на сайте через три часа после события, она, например, уже отстает от тех же новостей, которые появляются уже во время событий в социальных сетях. То есть уже сейчас работают корреспонденты, идет событие, они выкладывают фотографии, выкладывают комментарии, то есть онлайн. Скорость событий подачи значительно увеличилась. Поэтому тут, конечно, газета может рассматриваться как дополнение, но, скорее всего, ни в коем случае не как основной источник оперативной подачи новостей. Но, может быть, речь тогда не надо вести об оперативности, а о большей полноте подачи материала. Какие-то аналитические комментарии. Абсолютно верно. Поиск каких-то людей, которые могли бы рассказать о том событии, что происходило. Я не знаю, даже какой-то ЧП, вспомним, пожар был у нас на Заводской улице. До сих пор у вас на сайте висит фоторепортаж, достаточно подробный, интересный. И как раз могли бы, наверное, кто-то прокомментировать о том, как это все было. Абсолютно верно. И сейчас это общая тенденция. Газеты, которые в Англии выходят с 17 века, они уже отказываются от печатных носителей, они уходят полностью в интернет. А вот то, что сейчас остается на бумажных носителях, то сейчас именно носит характер аналитики. Именно какие-то рассуждения, именно очерки. И вот вы знаете, еще тут такой момент, когда образовывалось информагентство, ну, был, наверное, заложен некий конфликт интересов. Что такое информагентство? Это лента новостей, оперативная подача новостей. Что такое печатные СМИ? Это газета в классическом ее понимании, это очерки, это исторические какие-то материалы, это аналитика. Программы телевидения. Абсолютно верно. В том числе и Щелковское телевидение. И в начале, когда появлялись информагентства в Московской области, то говорили о том, что вы сейчас больше газеты, которые немножко выполняют функцию информагентства, то есть дают немножко поток новостей. Сейчас тенденция полностью изменилась, и говорят наоборот, что сейчас вы информагентство, ну, а газета как-то потихонечку уходит уже, наверное, на второй или на третий план. И вы знаете, что интересно получается? Вот, например, на других предприятиях или в организациях, когда руководитель приходит и видит, что люди сидят в социальных сетях, подчиненные, сотрудники, то начинают высказывать возмущение, говорят, я вам отрублю соцсети. А у нас наоборот задача, как можно больше на сегодняшний день присутствовать в соцсетях. У нас руководитель, если видит в соцсетях активность небольшая, то вот это является как раз поводом для замещания по дисциплине трудовой. Ну, времена меняются, даже как такой анекдот был, ну, правда, про электронные средства массовой информации, про нас, про телевидение, что раньше в интернете обсуждали то, что говорили по телевидению, ну, вообще в средствах массовой информации, а теперь средства массовой информации говорят о том, о чем говорится в интернете. Ну, ничего не поделаешь. Я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы, фрагмент видеосюжета, который мы делали ко дню печати в начале этого года о вашей газете, о вашем информагентстве. Ну, и, соответственно, какие-то вопросы уже, наверное, тоже будут сняты. Давайте посмотрим. В марте 1931 года началась история газеты «Время». Правда, нынешнее свое название издание получило в августе 1991 года. На пять лет младше города Щелково газета была основана, как и многие печатные издания, для оповещения и освещения событий, происходивших в то время. Менялись названия сообразно времени. Первая за ударные темпы, затем сменилась на коммунист, после носила призывный «За коммунизм». На столе у главного редактора Дениса Макеева памятный образец – первый номер газеты. Сегодня общественно-политическая газета «Время» отвечает современным требованиям. С 2015 года Щелковское информагентство, к чему теперь, собственно, и относится газета «Время», стабильно входит в тройку лидеров по количеству переданных новостей о Щелковском районе. Итак, Денис Владимирович, вот хотел спросить, мы примерно поняли, да, структуру вашей организации, и тем не менее, понятно, что вроде информагентство главнее, но от сотрудников как-то делится, скажем, кто-то работает в информагентстве, кто-то в газете, или все работают на два фронта? Нет, у нас так многофункциональные сотрудники сейчас получаются, и когда мы проводим планерки, с одной стороны, мы говорим о том количестве новостей, которые мы должны сегодня выложить в социальные сети, выложить на сайт, в электронные СМИ, а с другой стороны, мы планируем материалы и для газеты «Время», то есть мы думаем, какую очередь написать, какую поднять проблемную тему, о чем рассказать, с кем взять интервью, то есть нам, получается, приходится работать и в этом направлении, и в направлении газеты. Ну, сейчас сотрудники, сначала это было, наверное, немножко тяжело, где-то пять лет назад, допустим, это было сложно очень сменить психологию, то есть, когда вставал вопрос о том, что даже давать одну новость в день, возникали как бы вопросы, потому что оказалось, что это темп очень высокий. Мы поставили перед собой задачу на определенном этапе каждый день давать 10 новостей. Раньше мы не могли набрать на один выпуск газеты, допустим, 4-5 новостей, то есть приходилось уже в последний день перед выпуском газеты искать, потому что должна быть колоночка новостей, искать, что-то притягивать за уши, мы начали работать в таком темпе, 10 новостей в день. Вначале было трудно, потом новостной контент, он становился все более плотнее, новости были актуальнее, то есть сотрудники, у них начал появляться азарт, такой поисковика, особенно молодые ребята, это очень хорошо видно, то есть они становились как бы охотниками за новостями. Вот эти классические примеры, когда вот в фильмах, когда журналист звонит в свою газету, как можно скорее передает новости, и постепенно мы наладили эту работу, и сейчас вот уже когда мы готовим газету, она сдается номер в печать в четверг, мы имеем 60-50 новостей. И вот из этих новостей уже в печатный номер идет, ну, наверное, только треть, то есть огромное количество новостей просто уже туда не помещается, и мы их располагаем вот и в соцсетях, и на сайте нашей газеты. Ну, то есть ни одна новость не пропадает, да? Нет, конечно, они сразу же, как только новость появляется, сразу же она попадает на сайт, сразу же она дублируется в социальной сети, она уходит в Телеграм, ну, а уже потом, когда мы готовим газету, мы ее обрабатываем немножечко к жанру применительно и подаем. Ну, конечно, есть такая тенденция, потому что немножечко меняется, наверное, язык. Газетный язык, журналистский, он более, как бы, творческий, он более художественный. Новостной язык, и этому тоже пришлось учиться, и вот очень помогло сотрудничество с Реама. Новостной язык, он более такой лаконичный, более жесткий, там более все должно быть. Там даже, например, по требованиям заголовок должен быть не более 100 символов. Иногда, конечно, одно другому мешает, как бы цепляется, чувствуется эти шероховатости. То есть новости, они более скупые на эмоции, чем могли бы быть, потому что это новости из новостной ленты. Но, тем не менее, мы стараемся, ищем пути именно притирки, пути взаимодействия. Где-то получается, где-то приходится еще учиться. Ну, а расскажите о творческой стороне процесса, вот как идет подбор материалов, поиск новостей, так скажем. Ну, помимо, естественно, тех официальных мероприятий, которые происходят у нас в районе и которые заранее анонсируются. Ну, опять же, все пути очевидны, и когда происходит планерка, мы знаем, что сейчас жизнь в районе достаточно активная. Когда приходит административный план, там 4-5 мероприятий, и журналисты уже начинают заняты фактически целый день, и порой даже очень трудно приходится с одного мероприятия как можно быстрее перемещаться на другое, потому что хочется, особенно в формате информагентства, все это запечатлеть, все это передать для читателей, которые читают и новости в соцсетях, и новости на сайте. Ну, конечно, мы стараемся сохранять традиции газеты, какие-то рубрики, которые существовали очень давно. Может быть, они сейчас кажутся какими-то рудиментами, но тем не менее. Вот, допустим, у нас есть страничка «Как живешь поселение». Звучит, может быть, как-то диковинно, но тем не менее она существует уже более 20 лет. Мы стараемся сохранить и публиковать там новости городских и советских поселений. Или вот недавно мы, поэтическая рубрика называлась «Вдохновение», мы решили изменить название и вернули ту рубрику, литературную страницу, которую дал ей еще Андрей Тихонович Хуторянин, известный щелковский поэт, который в свое время работал в нашей газете. Ну вот как-то соединять эти моменты. На определенном моменте в области возникла тенденция о том, что газеты у нас стали слишком официальны. Надо делать их немножко более желтыми в хорошем смысле. Мы тоже попытались двинуться в этом направлении. У нас появился хороший интервьюер. И удалось выйти на личности масштаба всероссийского, масштаба страны. Допустим, эксклюзивное интервью для газеты «Время» было опубликовано в прошлом году. Дал Сергей Безруков или Лайма Вайкуля. Или, допустим, из правительства Московской области в год экологии мы опубликовали большое развернутое интервью, опять же, с рассказом о ситуации в Щелковском районе, министр экологии и природопользования Александра Когана. Ну вот движемся в этом направлении. Опять же, сейчас идет тенденция, много идет споров, много разговоров о том, нужны в газете гороскопы или не нужны. Нужны ли там анекдоты или не нужны. Может быть, это официальная газета, они не развлекательны. Сейчас, несмотря на то, что вызывает иногда возмущение читателей, наличие гороскопов, но, тем не менее, это какой-то сегмент светской жизни, небольшой. Ну вот, необходимо, и у людей пользуются спросом, необходимо людям какое-то вот такое организующее начало. Они посмотрят гороскоп, не продадут внимания, им скажут, сегодня у вас хороший день. Они закроют газету. Их хорошее настроение сразу на весь день. Ну, а вот это вы сказали о таких традиционных рубриках, которые были, или которые в газете «Время» или в других газетах. А поиск новых каких-то рубрик идет? Мы хотели возродить «Филитон» несколько лет назад. Посмотреть, вот знаете, «Филитон», как он будет звучать сегодня. Именно делать юмористические рубрики, писать какие-то шутливые стихи. Даже добились определенных успехов в этом направлении. Три-четыре года назад существовал медиаклуб «Облако» при правительстве Московской области. Там подводили конкурс «Журналист года». И вот наш вымышленный автор, Гурий Хомячков, он вошел как раз в тройку в номинации «Печатные СМИ», где была большая конкуренция. И хорошие жюри было, включая, допустим, Сунгоркина, редактора Московского комсомольца. Но и сейчас, конечно, есть востребованность на «Филитоны». Нас подталкивают даже. Пишите, как бы «Филитоны». Но «Филитоны» писать талант особо и нужен. Да, дело в том, что это творчество, как говорится, чистого разума. «Филитон» или в стихотворении тут уже трудно, как сказать, или смолодушничать, или соуклавить. Понимаете? Есть очень большая опасность, когда пишешь «Филитон», начать писать его конъюнктурно. То есть поймать какую-то мейнстрим, административную линию. И уже делать что-то вот в этом направлении. И, знаете, не хочется делать, как говорил Сергей Довлатов в своей книге «Компромисс». Он говорил, что порядочный журналист – это тот, кто делает гадости без удовольствия. Вот поэтому сейчас этот обед с «Филитонами» мы решили повременить. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня главный редактор газеты «Время», директор Щелковского информагентства Денис Макеев. Звоните к нам в студию. Прямой эфир. 567-1440-567-1450. Ну, это вот у нас такая обратная связь со зрителем. А хотелось бы спросить, какая обратная связь у газеты с читателем? Вы знаете, в газету приходят письма. Вот именно вот такие вот конверты до сих пор. И не так их много, чтобы создавать отдельный отдел писем. Но 4-3-5 писем в месяц приходят. Очень много писем приходит по электронной почте. Конечно, очень много пишут личных сообщений именно в социальных сетях. Есть читатели, которые долгое время поддерживают связь газеты. Они постоянно заходят в газету, они общаются с журналистами. У некоторых журналистов, которые давно работают в газете «Время», даже есть свои личные поклонники. Вот они приходят, дарят какие-то небольшие подарки. Они поддерживают в каких-то трудных ситуациях. Взаимосвязь сохраняется. И, конечно, мы стараемся поддерживать взаимосвязь с общественными организациями. С той же, допустим, общественной палатой мы хотели, когда работали в течение предыдущего созыва, мы хотели, чтобы общественная палата говорила на много голосов, чтобы были представлены именно многие ее члены, ее участники. Мы приглашали их в качестве экспертов, в качестве, может быть, кто-то давал отдельное интервью, поднимал отдельные проблемы. То есть именно в таком контексте, чтобы не кто-то там один приносил отчеты или развороты, а именно шла работа, общественность была показана в своем многоголосии, в многоцвете. У нас есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте, Денис Владимирович. Михаил Горчелков вас беспокоит. Добрый день. Было бы интересно, наверное, в газете «Наше любимое время», когда едешь в электричке, автобусе, почитать некоторую аналитику того, что происходит у нас в Щелковском районе, вот на те события, факты перемены, изменения в законодательстве. Вот как вы на это смотрите? Ну, хотя бы, может быть, полстраницы, значит, полосы этому уделить все-таки. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Ну, конечно, аналитика тоже – это определенный жанр, который требует большой скрупулезной работы. Может быть, вот эта вот гонка за новостями сейчас немножко мешает большой аналитической работе, но, тем не менее, мы стараемся все равно выходить на этот путь. Допустим, вот совсем недавно у нас появилась большая статья, где мы анализировали все проблемные стройки в Щелковском районе, какие-то другие варианты, может быть, там связано с годом экологии. Конечно, такие материалы должны быть и обязательно будут. Ну, допустим, письма зрителей печатаются в газете? Письма читателей. Да, это я свою терминологию прошу прощения, конечно. Вы знаете, они делятся как бы на три, наверное, составляющих. Некоторые письма – это просто вот как бы поднятие такой вот актуальной проблемы, сиюминутной. Вот, допустим, у меня здесь свалка под окнами, подойдите, посмотрите. Таких писем сейчас стало меньше, потому что появились добродел, появилась горячая линия, которая активно работает, но все равно какая-то часть доходит. Мы, конечно, у нас есть рубрика «Читатели интересуются», где дается краткое содержание письма, где дается ответ на это письмо. Иногда, конечно, если, ну, опять же, эта сфера очень интересная, мы сами смотрим добродел, который по Щелковскому району, мы сами смотрим горячую линию, ищем проблемы и пытаемся то же самое написать что-то параллельно на эту же тематику. Другая часть писем – это благодарности. Ну, конечно, тут больше спасибо от всей души, они, конечно, идут. Но есть читатели, которые поднимают более такие обширные глобальные проблемы. Ну, например, вот последнее, которое будоражит район, это взаимоотношения управляющих компаний. И, например, новые технологии, перспективы, выставляются платежки, люди не знают, как платить, что платить. Сейчас корреспондент как раз работает, разрабатывает эту тему. Это вот очень много было жалоб в последнее время, наверное, две или три недели. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя, который, наверное, все-таки тоже и читатель газеты «Время». Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Наталья Алексеевна. Я ваш постоянный читатель. И вот очень люблю вашу газету, очень с удовольствием, с большим читаю ее. Но мне бы хотелось узнать, вот вы раньше выходили два раза в неделю, а сейчас почему-то один раз. Ну, здесь совокупность, опять же, факторов, о которых мы говорили, стало немножко затруднительно это. Во-первых, это стало затруднительно из-за того, что достаточно сложная логистика была в Щелковском районе. Мы сделали очень большое дело за последнее время. Если раньше газета подписчикам, которая подписывается на предприятиях, на коллективы, она поступала в течение трех дней после выхода. Мы постарались сделать так, что вот как только газета вышла, на следующий день утром, в течение трех-четырех часов до обеда, она уже доставлена в коллектив. Естественно, если бы мы ездили по всему району, развозили газету, то, конечно, бы мы не успевали. То есть мы теряли бы, опять же, в скорости доставки информации. Опять же, увеличивается сегмент интернета. Конечно, были проблемы и со средствами. Вы знаете, когда возникает вопрос, что оптимизировать в первую очередь, может быть, немножечко сократить полосность, а может быть, сократить людей, но мы выбирали, конечно, сохранение сотрудников и сохранение коллектива. Но я думаю, что сейчас мы, как раз мы говорили о том спецвыпуске, который мы будем выпускать, и мы немножечко наладим, увеличим количество присутствия печатной площади в Щелковском районе. А может быть, со временем это все действительно станет возможным возвращением к выпуску двух газет в течение недели. Спасибо, Денис Владимирович. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Диалог». Сегодня главный редактор газеты «Время», директор Щелковского информагентства Денис Макеев. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор газеты «Время», директор Щелковского информагентства Денис Макеев. Еще раз добрый вечер, Денис Владимирович. У меня сейчас такой спонтанный вопрос родился. Мы посмотрели рекламу на Щелковском телевидении. И вот интересно, а какую роль реклама играет в печатном органе в газете «Время»? Ну, конечно, одно из основополагающих, потому что реклама все-таки это предпринимательская деятельность, это те средства, из которых потом выплачиваются премии сотрудников. Нам удается увеличивать среднюю зарплату из года в год, но нужно сказать, что все равно она достаточно невысокая зарплата в информагентствах, и очень трудно привлекать сотрудников, вести именно кадровую работу, потому что рядом огромный медиарынок – это Москва с абсолютно другими зарплатами. Но туда еще надо пробиться. И ездить каждый день тоже тяжело. Ну, это тоже верно. Я с вами не буду спорить, тем более с вашим огромным опытом. Но дело не в этом. Получается, что, конечно, реклама – это наша предпринимательская деятельность. Мы сотрудничаем и с предприятиями, и с точки зрения подписки очень многие предприятия, они выписывают газету, допустим, от 15 экземпляров, 100 экземпляров, для своих сотрудников. Это тоже какая-то поддержка нашей деятельности, это наши доходы. Ну, а частные объявления, например, они за деньги публикуются? Ну, конечно, но вот совсем недавно, где-то, наверное, 3-4 месяца, мы для того, чтобы немножечко активизировать именно вот эту частную деятельность предпринимательскую, мы стали публиковать частные объявления жителей до 300 знаков бесплатно. У нас есть такая колоночка «Частный сектор». И потихонечку, потихонечку, но она наполнилась. Сейчас очень много объявлений. И, конечно, мы думаем, что люди, которые пишут, что продам пальто, продам там кухонный комбайн, продам кофеварку, они бы вряд ли бы дали это объявление за деньги. То есть, ну, может, мы им поможем где-то, они действительно продадут, получат дополнительный доход. Ну, и наоборот, будет какая-то привлекательность в том плане, что привыкнут брать газету, смотреть, искать интересные объявления, которые могут помочь. Ну да, и найдут что-то для себя. И найдут что-то для себя. У нас есть еще один звонок. Давайте выслушаем нашего зрителя. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы слышите меня? Да-да, слушаем. Слышите, да? Да, очень хорошо слышите. Вы знаете, это к вам обращается очень старая подписчица. Я подписываюсь где-то с 90-91 года на газету. И вот в последнее время, я не знаю, может быть, вот в течение года, а может быть, меньше, вы стали печатать очень неудобно программу передач. Раньше было на развернутом листе. И хранишь этот один развернутый лист. А сейчас, получается, на четыре листа он на столе лежит. Вот, пожалуйста, вернитесь, если возможно, к старой печати. Спасибо большое. Это вопрос актуальный. Немножко, конечно, дольше времени это заняло. Где-то, наверное, три года назад мы стали публиковать так программу. Раньше программа печаталась каждый день на своей отдельной странице. Конечно, это было красиво, красочно, удобно. Но, опять же, когда возник вопрос оптимизации, когда возник вопрос о том, что надо как-то немножечко сокращать печатную площадь и экономить средства, пришлось делать программу на четырех полосах. Нам звонили читатели. Было очень много как бы согласований и с очень известными людьми, которые прямо к нам звонят по телефону и говорят, вот сейчас, например, я вижу, как отделяются дни друг от друга. Ну, вроде бы, конечно, все вошло в русло. Но проблема существует. Трудно сказать. Я не могу вам дать такого вот обещания. Могу сказать, что мы постараемся сделать ее как можно более читабельной. Будем над этим работать. У нас часто меняется макет, ну, в как бы, в определенных рамках. Но мы меняем макет газеты, ищем какие-то более современные формы. Возможно, мы найдем выход. Но, понимаете, опять же, мы слышали отзывы и из Совета депутатов, допустим. Такой был отзыв однажды. Но не сильно ли много давать на программу семь полос? Отчасти можно и с этим тоже согласиться. Постараемся что-нибудь сделать, чтобы улучшить читабельность программы. Денис Владимирович, мы достаточно подробно уже поговорили о печатном органе, я имею в виду газеты «Время». Но этим, естественно, деятельность ваша не ограничивается. Вы упомянули об этом в начале программы. Я имею в виду, конечно, это электронный сайт Щелковского информагентства, который два года назад занял первое место в рейтинге сайтов информагентства Московской области. С опозданием, конечно, можно поздравить вас. Как удалось достичь такого результата и удается ли сохранять такую планку по сей день? Немножко мы об этом говорили. В определенный момент мы действительно поставили перед собой рамки, какие-то задачи, что не менее 10 новостей стал выравниваться, расти профессиональный уровень, новости стали более плотными. Когда Главное управление по информационной политике Московской области подводили итоги этого конкурса, в первую очередь учитывалась актуальность новостей, плотность подачи материалов и учитывалось количество новостей. На тот момент эти компоненты у нас, казалось, хорошо сработали. Нам, может быть, отчасти немножечко повезло, потому что мы начали работу в соцсетях и на сайте чуть-чуть, на полгода раньше, чем некоторые коллеги. И поэтому мы ушли на полшага, но вперед. Потом уже, когда другие информагентства стали заводить группы в соцсетях, то есть мы уже видели, что они как бы проходят этот путь, движутся в том же направлении. Но сейчас многие выровнялись, коллеги у нас профессиональные, конкуренция очень большая. Пока результаты, например, за 2016 год не подводились, ну, я думаю, что мы сохраняем одни из лидирующих позиций, может быть, должны хорошо выглядеть в этом аспекте. Ну, вот, если можно подробнее о работе в социальных сетях расскажите. Сейчас такое модное направление, но, с другой стороны, действительно позволяет оперативно давать информацию и получать ее тоже. Да это жутко, вы представьте, вот мы когда начинали работать, мы еще писали ручкой тексты на столах в редакции 20 лет назад. А машинистки потом печатали, там работали. А насколько сейчас это все движется вперед? Сейчас социальным сетям, конечно, уделяется огромное внимание и со стороны ГУИПа, Главное управление по информационной политике тоже, и проходят семинары. На самом деле, трудно было понять, выработать свою форму работы, что должен делать журналист в социальных сетях. Потому что блогер, я отношусь, сейчас идет спор такой между блогерами и журналистами, что преувалирует вообще, какой кодекс счастье должен быть понятие у журналиста, какой у блогера, правильно ли действуют блогеры. Я к блогерам отношусь огромным уважением, потому что, по сути, у них вот эти группы в социальных сетях, они работают как редакторы, они уже выучили, что вызывает интерес у зрителя, к чему зритель стремится. Это вот ввеление времени. А нам надо было именно понять, что должен делать журналист в социальных сетях, потому что официоз – это немножко скучно, читатель уйдет в другую группу. Может быть, излишняя вульгарность, а скажут, ну вы же все-таки государственное учреждение, что вы себе позволяете, картинки какие-то, мемы. Я думаю, что поиск идет и он еще продолжается. Конечно, может быть, это надо действительно желтеть в хорошем смысле слова. На определенном этапе мы завели хорошее отношение с руководителями, администраторами многих известных щелковских групп в социальных сетях. Это группа «Типичная Щелкова», «Щелкова пипл». Я знаю, что наши новости берет группа «Мы живем в Щелково». Огромное спасибо администраторам, особенно вот Вадиму Щербакову из группы «Типичная Щелкова», потому что это действительно, ну, как бы, важно. Группа 40 тысяч человек в Щелковском районе. Мы делаем новость, ему нужны тоже новости актуальные о жизни района. Он ставит новости в свою ленту новостную, и таким образом 40 тысяч человек уже получают информацию, и эти же люди, как бы, они еще раз дополнительно узнают, что существует такое Щелковское информагентство. Опять же, может быть, такой мостик тот же на рекламу и так далее. Вот эта работа у нас ведется. Но, опять же, оговорю, что поиск продолжается, и самое главное, мы часто разговариваем с теми же администраторами, что будет дальше, куда двинется вот это информационное направление в следующий раз. И вы знаете, что сейчас видно, что и правительство Московской области, и губернатор, они завели свои аккаунты, и руководство Щелковского района, не случайно аккаунт руководителя администрации Алексея Васильевича Валова, он обладает таким огромным количеством просмотров и такой активностью пользователей внизу. Конечно, это большой риск, потому что они поднимают проблему, они о чем-то говорят, а внизу жители целый ворох проблем высыпают, но тем не менее без этого общения наверное нельзя, и хорошо, что это сейчас понимают в руководстве, что установлен такой мостик. Вот вы упомянули о значительной конкуренции в сфере интернет-проектов, ну в частности естественно информагентств, ну а вообще сколько вот конкурентов, ну я имею в виду хотя бы те же информагентства муниципальные? В каждом муниципалитете Московской области есть свое информационное агентство, ну в какой-то мере любое средство массовой информации сейчас активно работает в интернете и у нас в Щелковском районе и это опять же и Щелковское телевидение и Щелковское радио выкладывают новости в социальных сетях и это тоже как бы нельзя сказать, что это конкуренция, потому что все-таки вы коллеги, мы друг другу относимся с большим уважением, но все равно опять же это присутствие на одном медиа-сегменте каком-то. Может быть в нашем районе нельзя сказать, что повезло, но так вот сложилось исторически, потому что допустим вот в Сергеевом посаде там есть и большее количество именно частных хедформагентств каких-то там в Вантеевке, там электронная Вантеевка, у нас вот на данном этапе все-таки больше присутствия государственных СМИ, ну и частные газеты. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один видеосюжет, я знаю, что вы не ограничивайтесь только, так скажем, печатной работой и работой в интернете, но проводите также различные акции от своего агентства, поэтому предлагаю нашим зрителям посмотреть еще один видеосюжет, а потом мы поговорим об этих мероприятиях. Соревнования состоялись на стадионе универсального спорткомплекса Подмосковье, спринтерские забеги проходили в пяти возрастных группах, погода благоприятствовала. К гонке присоединились как начинающие спортсмены, так и довольно опытные лыжники, в том числе и ребята, одержавшие победу в соревнованиях Лыжня России. Она проходила 11 числа в городе Яхрово, участвовало более 25 тысяч человек и я стал победителем у юношей в категории до 18 лет. Гонка отличная, мне все понравилось, вечерний старт это отличная задумка. Я очень рада, что заняла первое место, очень старалась, призерами гонки стали 30 спортсменов. Ну вот, эта акция проходила в середине февраля в Щелковском районе, называлась она «Лыжная гонка» на призы газеты «Время». Какие еще акции вы организовываете подобного рода? Два слова все-таки об этой акции. Она не просто лыжная, а спринтерская, она вечерняя. Представьте, какая это романтика, стремительность, это сумрак над стадионом, это лыжники, которые скользат по кругу стадиона. Вы знаете, огромное спасибо организаторам этой акции. У нее есть своя история. В 2000 году первый раз она была проведена, это был старт в миллениум, как говорится, в новое тысячелетие. Ночью, как раз, когда эпохи менялись, был дан старт и лыжники понеслись навстречу, как говорится, новой эре. В следующем году гонке этой исполнится уже 15 лет. Наша задача только ее поддерживать, ну и стараться предоставлять призы, информационное освещение. Огромное спасибо спорткомитету Щелковского района, что в плотном своем графике они находят все-таки окошко для подобных мероприятий. Потому что вы знаете, сколько я помню уже наблюдаю эту гонку в разные совсем погодные условия. Один раз мы проводили эту гонку фактически на асфальте, второй раз жуткий мороз был, то есть совсем разная получается временной промежуток. Но самое интересное, что среди участников уже есть дети тех лыжников, которые первый раз выходили на старт в этой лыжной гонке. Если что касается других мероприятий, то, наверное, мы все-таки больше стараемся жить районной жизнью. И в районе тут очень много и акций, и мероприятий. Но что-то делаем и для читателей, и для детей. Какое-то время назад у нас выходила газета «Время молодое» было приложение, и тоже проводили очень многие акции. Могу рассказать об одной из них, но сейчас у нас задача стоит возобновить это все, потому что какое-то время это не проводилось. Это была замечательная акция, когда юные журналисты шли по улицам города и вручали неизвестным людям поздравления с Новым годом, которые писали дети Щелковских образовательных учреждений. Акция получила очень хороший резонанс, даже Интерфакс в свое время о ней написал. Ну и, конечно, какие-то конкурсы для зрителей, как же без них, допустим, вот завтра будет буквально награждение участников конкурса «Чисто как в трамвае». Это конкурс на лучшую фотографию о субботнике в Щелковском районе. Мы подвели итоги и завтра к нам приходят победители. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Извините, я не задала самый главный вопрос. Вот почему не было в этом году на этот год годовой подписки, когда будет на второе полугодие подписка и почему не было льгот для инвалидов второй группы? Вы знаете, в этой работе мы сотрудничаем, конечно, с Почтой России и некоторые аспекты подписки зависят не совсем от нас, а зависят именно от Почты России. Там идут свои процессы, которые, конечно, накладываются. Подписка идет сейчас, в настоящий момент. Подписка на второе полугодие. Она будет продолжаться до конца июня 2017 года. Цена на газету невелика. Она, конечно, растет, но по большому счету для физического лица сейчас цена на подписку это 375 рублей. Для юридического лица на полугодие для юридического лица немногим более 500 рублей. При нынешнем росте цен это билет до Москвы и обратно, плюс еще пирожок на Щелковском автовокзале. Цена поднимается, но при этом надо иметь в виду, что Щелковское информагентство абсолютно не поднимает цену. Газета издается за себе стоимость. То есть поднимается цена на услуги почты, поднимается цена на бумагу. Мы понимаем, конечно, что в основном те люди, которые подписываются, могут не иметь средств, для них, как говорится, каждая копейка на счету. Поэтому мы не вносим сюда свою ренту и свою лепту. Что же касается льготной подписки, то я не могу сказать сейчас дословно для инвалидов второй группы, это надо уточнить на почте России, но я знаю, что льготная подписка существует. Это немногим более 300 рублей. Очень многие жители подписываются у нас в редакции. Здесь цена еще меньше на подписку, тоже около 300 рублей. Но здесь очень трудно, потому что это в основном те люди, которые живут недалеко. Это в центре Щелково, это улица Парково, Пушкино, Иваново и так далее. Есть еще один вариант подписки, это вариант по электронной почте, когда номер газеты приходит на электронную почту в электронном виде. В основном этим способом подписки пользуются предприниматели, которые хотят получать новости сразу же, им удобно смотреть это с помощью гаджета. Но вот каждый частный случай, нам, понимаете, тут обращаются часто звонки, может быть, где-то что-то, каждый случай частный, не будем грешить на коллег, с которыми мы работаем. Я попрошу вас завтра по возможности позвонить в редакцию, мы выясним ваш вопрос и, возможно, оформим подписку в редакции с доставкой вам газеты на дом. Денис Владимирович, у нас уже не так много времени осталось, но вот хочу задать, наверное, самый последний вопрос, потому что главное на любом предприятии это его коллектив, его в данном случае творческий коллектив, поэтому предлагаю еще посмотреть один короткий видеосюжет о ваших сотрудниках и потом еще задам заключительный вопрос. Давайте посмотрим. Коллектив несомненно главное достояние времени. Уникальность сочетаний опыта и молодости здесь показательна. Так, Ольга Рожкова пришла в редакцию 21 год назад, 13 января. Тогда, признается она, время было другое. Вместе с газетой менялось многое. Менялась и сама жизнь. Ну, эта работа, она стала моей жизнью. Я вот настолько благодарна судьбе, что выбрала меня судьба журналистом, что стала я журналистом. Я же и университет закончила уже работой в газете. То есть, ну, газеты, я не знаю, но это большая часть моей жизни и очень счастливая часть. Сергей Будаченков сотрудник молодой, работает чуть более трех лет, однако должность у него вполне обязывающая. Заведующая делом общественно-политической жизни. Во втором поколении в своей семье пришел в журналистику. Я знал, что меня ждет. Именно в газету нацелено шел, поэтому для меня эта работа любимая и, наверное, никогда ее, надеюсь, что никогда ее не брошу. А вот за то, как, собственно, выглядит издание, отвечает Елена Котова. В ее руках верстка газеты. Каждый газет это каждое детище. Это ребенок, который ты ждешь, когда его привезут из типографии, с нетерпением рассматриваешь, что ты сделала не так, оцениваешь какие-то свои, может быть, недочеты или чем-то приятно удивлена бываешь. Вот так и работают. Пишут, рассказывают, сообщают, информируют, разделяя каждое событие с жителями. В общем, творит, не теряя времени, дружный и талантливый коллектив. Ну вот, мы посмотрели на ваших героев, осталось только пожелать ему естественно успех в работе, ну а вопрос к вам, как формируете кадры, где берете людей? А что тут говорить? Лилия Тимимева, она прекрасно все ответила в своем сюжете. Кстати, спасибо большому Щелковскому телевидению за этот подарок, к юбилею. Я хочу сказать, ну конечно, например, Ольга Николаевна Рожкова, все знают уровень его мастерства, действительно, журналист очень высокой квалификации. Елена Михайловна Котова, у нее верстки учились в соседних информагентствах, ученики ее далеко за Щелковский район уже выходят и вырастают уже в изданиях и московских и так далее. И вот приходят ребята молодые, что очень важно, парни. С этими парнями можно штурмовать, не знаю, ставить задачу издавать Космополитен как минимум, потому что это трудно работать, огромный район, представьте, какая динамика. Алексей Васильевич, он каждую субботу в объездах то в подвал какой-нибудь пустится, то в поселение. Это надо же как бы бегать, соответствовать, все. И приходят ребята, мы вот ищем, самое главное, что они щелковцы. Например, Леша Рычко работал в Королеве. Почему он работает в Королеве, а не у нас? Сейчас он работает у нас с Сергеем Будаченко в Мытищах, в Мытищинском информагентстве, а живет на площади Ленина. Пришел к нам, играет огромную роль в жизни редакции. Спасибо, Денис Владимирович. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был главный редактор газеты «Время», директор щелковского информагентства Денис Макеев. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok